Миллионы пользователей кликают по хомяку в популярной игре, надеясь разбогатеть в погоне за виртуальными деньгами. И взрослые дети проводят в смартфонах несколько часов в день. Можно ли заработать в игровых приложениях реальные деньги? Выясняла Нина Шапо. Игра в мессенджере Telegram набирает популярность. Среди казахстанцев миллионы людей по земному шару кликают по изображению хомяка и днем и ночью. По сюжету игры за клики по нарисованной зверушке можно получить виртуальные монетки. А их, уверяют разработчики, уже можно обменять на реальную криптовалюту. Но эксперты говорят, так заработать вряд ли получится. Для этого проект должен быть зарегистрирован на реальной криптобирже. Но этого пока не произошло. А вот о безопасности стоит задуматься. К тому же за любые дополнительные функции придется платить. Требования реальных денег, если вы считаете, что у вас берут деньги и можно заработать, это классический признак мошенничества. Особенно, когда он начинает гарантировать какую-то прибыль. Поэтому если хотите тыкать по хомяку, тыкайте, но никаких денег, никаких бустов, ничего не давать не меньше. Психологи объясняют растущую популярность приложения несколькими факторами. Это финансовые стимулы и потребность в достижении цели в незамысловатой игре. При этом можно столкнуться с реальными проблемами. Привычка может привести к игромании, скажем, к лудомании. То есть становится, ну, 21 день играем, уже получаем привычку стойкую. Кроме того, постоянное взаимодействие с вот этими играми может привести к увеличению уровня стресса и тревожности из-за постоянной необходимости достижения каких-то уровней. Эксперты сравнивают игру с финансовой пирамидой и считают, что в лучшем случае заработать при благополучном сценарии смогут только те, кто первыми вошел в игру. Ну а однозначно получить прибыль пока могут только блогеры, рекламирующие раскрученного хомяка. Нина Шапожа, Небека Кимжан, Информбюро. Нина Шапожа, Небека Кимжан.